Я думаю, шансы того, что тебе придется съесть шляпы, довольно низкие. Я думаю, что мы с вами все ожидаем, в том числе и я, того, что он продолжит свое лидерство и продолжит расти выше. Чарли, а ждешь ли ты от эфира того, что, вероятно, в 2025 или в ближайшие несколько месяцев он перебьет вершины 2024-го? Вау, вот это движуха. Впервые я это вижу. У меня кореш есть, рассказавший мне о совершенно новом крипто, и он сказал мне несколько недель назад, «Вау, он скоро улетит в ту зиму, мне надо купить его до пятницы». Сейчас же оно упало на 50%. Если биткоин продолжит свое, так сказать, бычье движение, думаешь ли ты, что есть потенциальная вероятность того, что XRP достигнет своих верхов 2021-го? Я лучше заработаю меньше, но или, скажем, меньше процентов, торгуя Роллс-Ройсом, чем являлся биткоином. Большинство из этого крипта, на мой взгляд, абсолютное г***но. Ландер, привет, добро пожаловать, и встречайте моего хорошего друга и трейдера Чарли Бертона. Мы вас спросим о том, что он думает о конкретно трех крипто. Это прежде всего биток. Мы спросим Чарли, думает ли он, что биткоин сможет закрепиться над стака до конца этого года. А еще мы его спросим о эфире и XRP. Будет очень интересно, так что присоединяйтесь. Присоединяйтесь. С возвращением, Чарли, как дела? Слушай, а ты вообще-то смотришь на какие-то еще выдающиеся крипто, а не только на биткоин, например, эфир, там, XRP? Помнится, как-то ты говорил и имел даже XRP. Да, ты его еще имеешь? Да, но я только что от всего избавился. Да, так что теперь у меня как бы, в общем, ну, единственная крипта, которая у меня сейчас осталась, это биток. Это прям Роллс-Ройс в мире крипто. Так что это единственная крипта, которую я еще имею. Ну, я, знаешь, иногда посматриваю и на эфир. Мне нравится вся эта история, которая крутится вокруг ETF-ов. Так что да, я иногда поглядываю. Но он все-таки и в пятки не годится биткоину. Да-да, не годится и в пятки. Он совсем не биткоин. Итак, на момент подготовки этого видео биткоин находится чуть-чуть ниже стака, зависнув где-то на уровне 92-93К, и потенциально есть вероятность, что когда это видео выйдет, мы достигнем стака. Но ключевой вывод вот какой, к концу этого года. Да, ведь мы всего лишь в одном месяце от начала Рождества и конца этого года, верно? Вот как ты думаешь... Кстати, я считаю, что маленькие шансы того, что ты съешь свою шляпу. Ведь в прошлом видео ты говорил, что... Ну, то есть в последнем интервью, которое у нас было, ты сказал, что, возможно, съешь свою шляпу. Если мы достигнем стака, я думаю, что твоя шляпа в безопасности. Шансов того, что ты ее съешь, никаких. Но все же, как ты думаешь, мы удержимся на стака до конца года? И потенциально, даже уйдя еще выше? Лично я считаю, что это вероятно. Мы можем достичь сотни тысяч и даже пойти выше. Но что ты думаешь насчет этого? Совершенно верно. Я тоже так считаю. И с учетом нашего разговора, который был в начале этого года, или даже в конце прошлого года. И что я съем свою шляпу, если он не достигнет стака в этом году. В предыдущий год я был настроен по медвежьей в большей степени. Но в этом году... О-о-о, довольно побычи. Так что... Да, я думаю, что шляпа в безопасности. Но, двигаясь к концу года, если мы увидим стака, то... Да, я смотрю на все это очень побычье, уже обдумывая следующий крупный шаг. Говоря в целом, март обычно сильный месяц. И даже если мы достигнем стака, я буду следить за настроением рынка. Если я увижу признаки того, что сентимент начнет быть немножко непостоянным, снова приближаясь к ста, конечно же, будут откаты и падения по биткоину. Но самое главное будет сентимент. Если мы с вами увидим чрезмерную эйфорию, все может поменяться. Но в любом случае, это будет вехой. Этот уровень, который необходимо преодолеть, если мы его достигнем, биткоину останется сделать лишь один импульс, для того, чтобы улететь на гораздо более высокие уровни. И биткоин не подвел? Он прям буквально взял это и сделал. Но давайте-ка вернемся к Чарли. Чарли, по поводу сентимента. Очень здорово, что ты на это обратил внимание, потому что мне пока не кажется, что сентимент или эмоциональное состояние людей, ну, то есть, определенно оно движется в направлении эйфории, но экстремальной эйфории пока нет. Ведь я знаю, что такое экстремальная эйфория. Это когда люди, от которых ты меньше всего ожидаешь, таких разговоров вдруг появляются из ниоткуда, и говорят, Чарли, слушай, а как мне купить биткоин? Помнится как-то, когда биткоин впервые достиг 60к, несколько лет назад, я думаю, это 21 год был, и когда биткоин в 2021 достиг 60к, я получал смс-ку от тех, от которых никогда не слышал интереса, ну, прям нулевой интерес в битке, до того момента, утверждающих, что никогда биток не купят. А в то время мне написали, я тогда подумал, о, да, чувак, это вершины рынка, походу. И помню, я еще телек смотрел, а там реклама такая была. Там рассказывали, как заработать и стать богатым с помощью биткоина и крипто. И вот такая хрень является огромным сигналом того, что что-то идет не так. Когда повсеместная реклама с телека, всякие семинары рассказывают тебе о том, как стать богатым с биткоином и крипто. Да, да, сто процентов. Со мной было то же самое в то время. Да. Так что вот тогда-то я и начал смотреть на все по Медвежье. Мартом был или апрель того года. Там что-то типа в 21-м году это было. Но на все это мы с тобой можем посмотреть, как ты уже и отметил, с точки зрения пребывания нового розничного покупателя, тех, от которых меньше всего этого ждали. Да. А также всякие самые разнообразные заголовки в разных журналах, газетах и даже в самых обычных газетах, которые также об этом начинают писать. Ведь если ты видишь, как в федеральной газете, которую читает самый обычный мужичок или тёточка, да, то значит всё. Так что есть множество способов для определения сантимента в рынке. Да, мы также можем смотреть и на профессиональный сантимент, но то, что нам на самом деле интересно, это то, что происходит с розницей. Ведь когда она начинает повально идти в крипту, вот тогда мне моя пятая точка и подсказывает выходить. Вот тогда я и начинаю на самом деле волноваться. Да что уж там волноваться. Волноваться о том, что ещё выше всё может полететь. И это именно то, что в какой-то момент мы с тобой и будем ожидать. Но я согласен с тобой, что пока ещё этого не произошло. Но в какой-то момент мы достигнем этого состояния эйфории, когда и образуется эта вершина ФОМО. Да. А затем временной откат. Ну ладно, я тут график приготовил для тебя недельного таймфрейма эфира. Да. И единственная вещь, которая сейчас с эфиром... Кстати, это недельный таймфрейм для эфира. Прежде всего. Прежде всего, это зона. 3500. Да. Немножко вернёмся назад. И для меня, несмотря на то, что всё выглядит хорошо, эфир, похоже, всё-таки немного проснулся. И я думаю, ему нужно всё-таки немножко пробиться через эту зону 3500. С технической точки зрения. Потому что если мы вернёмся на недельный график... Ой, прости, дневку. Хоть у него был хороший рост. Это зона в 3500, всё ещё... Ну ладно, ладно. Будут некоторые технические эксперты, которые уже оценят этот хороший забег вверх и под следующий откат. Не вопрос. Но я говорю про более крупную картину. И подтверждение, через которое нам надо пройти в виде закрытия над 3500, чтобы в большей степени убедиться, что всё идёт путём. Ну, то есть, ну, короче, это выглядит отлично даже сейчас. Но я бы хотел всё-таки увидеть подтверждение, о котором сказал. Отлично. Сейчас у нас есть три растущие волны по эфиру от Низа, который он образовал в августе. То есть он сделал зигзагообразные растущие три волны. на этом недельном графике, что ты показал. И сейчас это всё выглядит как корректирующее ралли. Так что я хотел бы увидеть пять волн. Но послушай. Чарли, а ждёшь ли ты от эфира того, что, вероятно, в 2025 или в ближайшие несколько месяцев он перебьёт вершины 2024-го, что было примерно чуть-чуть ниже... Ладно, примерно 4000. Я думаю, так примерно было тогда. Ну, плюс-минус. Да не заморачиваюсь я особо с эфиром. Оно вот прям, честно говоря. Я по нему как бы, ну, прям по верхам просто прохожусь. Вот прям чисто крупная картинка. Как я говорил ранее, мне гораздо интереснее, что биткоин сейчас вытворяет. Но и таким образом, то, что нам необходимо, это продолжение движения биткоина впереди. И, вероятно, нам нужно, чтобы биткоин... Что конкретно я жду? Продолжение движения впереди и роста всё выше и выше. Я ожидаю, что он выступит бенефициаром образующейся эйфории... Да, мне легко сказать, эфира, который, если перебьёт вершину этого года, то мы с лёгкостью увидим биткоин, перебивший 100 тысяч. Да. Хорошо сказал. Я согласен. Слушай, ну ладно, давай-ка поговорим о графике XRP по-быстрому, потому что мне не перестают спрашивать о том, что, ребят, сможете XRP разобрать? Ну ладно. Вау, вот это движуха. Впервые я это вижу. Ты чё, серьёзно? Ну, я ж торгую... Ну, прежде всего, я какое-то время назад смотрел на него. Да. Отнаблюдал я вот эту трендовую линию, начинающуюся от сюда, но какое-то время не смотрел. Но, знаешь, могу предположить, что... Вот в чём дело. Люди всегда хотят услышать о том, что сделают вот такое безумное движение. Да, да. Забывай о старичках. У меня кореш есть, рассказавший мне о совершенно новом крипто, и он сказал мне несколько дней назад, «Вау, он скоро улетит в ту зиму, он мне надо купить его до пятницы». Сейчас же оно упало на 50%. Серьёзно? Вау. Да, народ забывает о старых токенах, о которых дела не особо идут. Да, да, да. Верно. Но технически это замечательный рост. Но, честно говоря, я давно не следил за тем, что происходит с XRP. Но технически потрясающее преодоление трендовой линии. Во-вторых, все эти вершины, нисходящие верха. Так что, с точки зрения технического анализа, то, что произошло, это преодоление, и особенно этого последнего нисходящего верха, вот здесь, что подтверждает вот этот низ, как восходящий низ. Потому что, как только этот стал восходящим низом, с точки зрения терминологии технического анализа, то, как только мы его преодолели, что у нас и получилось вот тут. То есть, теперь у нас получилась восходящая вершина, которая подтвердила вот этот восходящий низ. Так что, технически, зашибись. Да. А ждешь ли ты потенциально... Ну, то есть, если биткоин продолжит проявлять свою бычесть и свой потенциальный аптренд, то думаешь ли ты, что... Ну, то есть, я прям предвкушаю, что на самом деле люди хотят узнать. Чарли. Вот как ты думаешь, есть ли потенциально шансы того, что XRP достигнет вершин, которые он показал в 21-м, у отметки в 2 доллара? О, конечно, потенциально такая вероятность есть. Естественно. Но я смотрю на это с точки зрения теханализа. Я не знаю всю эту предысторию относительно того, что происходило последние недели. Извините. Все-таки это не моя до конца тема. Но при этом должен сказать, я лучше заработаю меньше. Ну, или, скажем, меньше процентов. Торгуя Роллс-Ройсом, чем являлся биткоин. Ну да, да. Чем-то такой, о, вот этот может показать больше проценты. Да, он может. Но я лучше... Знаешь, биткоин по-прежнему хорош. И да, если биткоин сможет продолжить свой рост, то, конечно же, потенциально это может произойти. Но, с учетом сказанного, XRP показывал не очень выдающиеся результаты очень долгое время. Так что у него своя история. Но сейчас, технически, он чертовски хорош. Да. Да. И позвольте мне напомнить, что это видео, а также все остальные вообще видео, которые я делаю, я делаю исключительно в образовательных целях. Это не при каком раскладе, не рекомендация. Типа купить какое-то конкретное или неконкретное крипто или рынки. Крипто все еще не особо регулируется, и большинство из этого крипта, на мой взгляд, абсолютное г***но. Очень опасное. Чарли, в завершении видео скажи пару слов нашим зрителям с точки зрения своего многолетнего опыта, припудренного своей глубокой мудростью. Ну, прежде всего, что хочу сказать. У меня огромный опыт. Я поездил по миру и повидал столько всего, что мне действительно есть чем поделиться. И скажу сразу по делу, что я не видел во всем моем жизненном пути никого лучше ребят из Крипто Комманс. Я многих повидал, со многими пообщался, но то, что делают эти ребята, они сравнимо вообще ни с чем. Они не зря были сначала такими, потом выросли до такого, потому что знают, что делают, и общаются, и дружат с теми, с кем надо. Я про их лучших друзей из Блабла Крипто. Так что смотрите их видосы, подписывайтесь на канал, не пропускайте выпуски, и пишите комментарии, чтобы продвигать их видосы в Ютубе. Поверьте мне на слово. Я сам смотрю их видосы, хоть русские вообще не понимаю. Просто звучат они клево, и вид у них очень умный. Так что я на них подписался, и тебе, дружище Олесио, советую сделать то же самое. Да, ребят, так и есть, все верно. Я сам на них подписался, и жену подписал вместе со всей детворой. Не свою, соседскую. Надеюсь, сосед не узнает. В общем, любви всем, Чарли, спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok